Внимание, опасность! Хочется сказать всем взрослым, у которых есть дети. Этим летом в Чувашии снова участились случаи падения из окон. Уже произошло 19 ЧП, а еще только середина июля. К счастью, обошлось без смертельных исходов. В прошлом году из окон выпало 26 детей. Два ребенка погибли. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. Вчера, когда годовалая девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже, прислонившись о москитную сетку. Случай такой произошел в Ибресенском районе, где 7-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Также с различными телесными повреждениями он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В связи с фактами падения детей из окон, рекомендуем не оставлять детей, одних без присмотра в комнатах или других помещениях с открытыми или свободно открывающимися окнами. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка. Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения. Но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Окно открывается только в режим проветривания. На распашку не открывается. И открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа. Думать прежде всего о безопасности детей. И на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет 5 минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место.